Добрый вечер! В эфире телекомпании «Город» информационно-аналитическая программа «Время говорить». В студии Олеся Харлина и пора дать слово журналистам, которые готовы рассказать о главных новостях и событиях. Смотрите сегодня. Бюджет Рязанской области на 2015-2017 годы увеличен более чем на 2 миллиарда рублей. Всегда готовы к диалогу депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шеринг посетил Сараевский район. Готовь тазик летом, чтобы было комфортно зимой, для чего отключают горячую воду. Бюджет Рязанской области на 2015-2017 годы увеличен более чем на 2 миллиарда рублей. Ассигнования, поступившие из федерального бюджета, будут направлены на развитие социально-экономической сферы региона. На заседании облдума депутаты рассмотрели 21 вопрос, в том числе и положение о хранении бесхозяйственных документов. Принятый закон об архивном деле четко разграничивает полномочия различных органов власти и организаций в вопросах хранения документации. Подробнее о важных законодательных проектах в сюжете Алены Куколевой. С 1 июля во всех регионах страны изменяются тарифы ЖКХ. Но сильно ударить по кошельку рязанцев это изменение не должно. Все граждане, у которых с июля величина оплаты за коммунальные услуги превысит минимальный предел, а это 8,9%, смогут получить компенсацию из областного бюджета. Соответствующий законопроект был инициирован губернатором. Первый заместитель председателя Рязанской областной думы Юрий Еременко пояснил, что депутаты поддержали решение о том, чтобы применять меры социальной поддержки по самому минимальному индексу. С 1 июля произошло изменение тарифов. Оно произошло по всей стране. Вы получили счета на оплату и обнаружили, что ваш счет увеличился, ну, к примеру, на 10%. Вы посчитали, сколько это для вас, ну, сколько рублей. Вы можете прийти и заявить, сказать, вот у меня увеличилось на 10%. Вот разницу между 8, 9 и 10% вам выплатят в виде компенсации. Получить компенсацию можно не за один месяц, а за предшествующие полгода. Рассматривать заявления будут в многофункциональных центрах. Этот закон был принят единогласно, так как он является конкретной антикризисной мерой. Также обсуждался главный финансовый документ. Казна текущего года пополнится более чем на 2 миллиарда рублей. Дополнительные субсидии выделены из федерального бюджета на поддержку аграриев, строительство дошкольных учреждений, создание условий для занятий спортом в сельских школах, а также на здравоохранение и социальную сферу. По государственной программе развития промышленного комплекса, в связи с тем, что, я так уже называла, нам уступают существенные средства федерального бюджета, также мы перераспределяем свои средства по направлению поддержки АПК, чтобы обеспечить должным образом софинансирование мероприятий федерального бюджета. Увеличено также ассигнование на строительство дорог. Дорожный фонд пополнится почти на 400 миллионов рублей. На заседании городской думы список вопросов был еще длиннее. В первую очередь это, конечно, внесение изменений и дополнений в бюджет, а также утверждение изменений в генеральный план города. Бюджет Рязани будет увеличен на 326 миллионов рублей. Такое решение принято сегодня на заседании Рязанской городской думы. Средства поступили из вышестоящих бюджетов и будут направлены на решение важных городских вопросов. В первую очередь на ремонт и содержание автомобильных дорог. На эти цели будет выделено 295 миллионов. Также на заседании принято решение об увеличении территории парка «Морской славы» в Канищево. Соответствующие изменения в генплан ранее обсуждались на публичных слушаниях, где получили поддержку горожан. Следующим шагом, согласно концепции развития парка, должно стать комплексное благоустройство, установка детской и спортивной площадок, парковой мебели, разбивка цветников. Рязанская область вовсю празднует День молодежи. Мероприятия традиционно растянулись на несколько дней. Самые спортивные и активные давно выбрали, в чем именно примут участие. Например, завтра пройдет День самоуправления, где представители молодежного правительства станут дублерами руководителей региональных министерств. А студенты рязанских вузов и СУЗов откроют свой третий трудовой семестр и отправятся на предприятия нашего региона получать практические навыки по выбранным профессиям. Установочное собрание по проведению Дня дублера состоялось вчера. Его провели глава администрации Рязани Олег Булеков и глава молодежной администрации Артем Никитин. Сегодня я попросил собрать в этом зале руководителей действующих региональных министерств для того, чтобы попросить вас, чтобы вы также активно подключились в работу с молодежной администрацией города Рязани. Мы должны максимально рассказать, показать, погрузить ребят в ту настоящую действительность, с которой сталкиваетесь вы ежедневно, ежечасно с теми проблемами, которые нам будут быть решены. Тем более, что день дублера не заканчивается 26 июня, отметил Олег Булеков. Совместная работа должна проводиться в течение всего года. Это важный и нужный проект, который в будущем принесет пользу городу и горожанам. Основная задача молодежи – понять всю ответственность, которая лежит сегодня на чиновниках, понять то, что как это сложно, какие стоят задачи перед администрацией города, и максимально почувствовать себя в роли начальника структурного подразделения. Работа проделана немалая. Молодежная администрация во взаимодействии с руководителями структурных подразделений администрации города Рязани разработаны и реализованы проекты по проведению конкурса ораторского мастерства, фестивалей «Спортивная тусовка» и «Спортстарт». Стоит вспомнить и крупные городские мероприятия. 11-й форум молодежных организаций, волонтерских отрядов «Молодежь к городу», муниципальный этап всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных организаций «Лидер 21 века», праздник «Бал Победы» и многое другое. Деятельность молодежной администрации была презентована на первом международном молодежном форуме городов-побратимов в Бресте. 26 числа в 11 часов мы открываем сквер на улице Горького вблизи первой школы, где была огромная работа со стороны благоустройства города, со стороны молодежи, где были разбиты клумбы, поменяно асфальтовое покрытие, бордюрный камень, где есть граффити на гаражах с тыльной стороны. В программе проведения Дня молодежного самоуправления состоится целый ряд мероприятий, инициаторами которых являются дублеры, в том числе молодежный конвент, спортивная тусовка и открытие проекта фестивального лета встречи на Почтовой. Все много говорят о том, что чиновник – это посредник между государством и народом, и рядовой гражданин всегда должен иметь доступ к представителям власти любого ранга. На поверку же люди годами жалуются на отвратительные и даже порой опасные условия, но все их мольбы и просьбы упираются в непробиваемую броню местных госслужащих, которые не спешат ни слушать, ни тем более действовать. Кому интересна судьба старушки, через дом которой проходит газовая труба, а вось не взлетит, а случись чего, и жаловаться будет некому. И пример этот не выдуманный, а вполне реальный. Живет такая бабушка в рабочем поселке Сарае. Только тихо и беззаботно ее старость, увы, не назовешь. Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин и в нашей студии не раз заявлял, что он и его актив всегда готовы к диалогу с населением и действенным мерам. На встрече с избирателями партии ЛДПР была Оксана Тебенихина. Некоторые чиновники стали забывать о том, что их основной работой является обеспечение достойной и комфортной жизни граждан. При этом решение, казалось бы, элементарных житейских проблем порой затягивается на неопределенный срок. И все почему? Да потому что слуги народа с этим самым народом не идут на открытый диалог. Разговаривать нужно друг с другом. Именно такой позиции придерживается депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Шерин. Потому он отправился в рабочий поселок Сарай, чтобы встретиться с гражданами, выслушать их и постараться помочь в решении их проблем. Вне зависимости от того, какой уровень занимает депутат, надо работать с людьми, когда они нуждаются в нашей помощи. Вот, к примеру, Елена Гончарова. Уже на протяжении 10 лет она проживает в съемном жилье без каких-либо удобств. На попечении женщины находится ее 19-летний сын-инвалид. Диагноз – детский церебральный паралич. Женщина уже устала обивать пороги чиновников в надежде добиться жилья, которое ее семье полагается по закону. Последнюю надежду она возлагает на помощь от партии ЛДПР. У меня в Сысоях никакой собственности нет. Там домик, он разваленный, и там остался жить мой бывший. Вы там с сыном прописаны? Да, регистрация стоит, только регистрация. У меня собственности никакой нет. Ни земли, ни дома. И на столе нет, они говорят, что вы не положили, да? Да. Мы будем решать по поводу обеспечения вас благоустроенным жильем или постановки вас на очередь. Следующее обращение было коллективным. По словам жителей поселка, сельсовет пришел к выводу, что централизованная котельная, которая обогревала все дома на их улице, вдруг перестала быть рентабельной. Потому людям пришлось устанавливать индивидуальные котлы. Почему-то за свой счет. Вот уже несколько лет жители сараев борются за свои кровные деньги, которые им все обещают вернуть. Дело окончилось судом. Исполнительные листы убрали в долгий ящик. Люди до сих пор ждут материальной компенсации. Значит, у меня была такая ситуация. Поселок Сапожок. У нас там тоже координатор был. И там тоже один дом, тоже двухэтажный. Обязали людей устанавливать индивидуальное отопление, так как котельная не рентабельная. Мы соответствующие запросы писали в прокуратуру. И прокуратура обязала местное ЖКХ за счет муниципального образования установить у людей индивидуальные котлы отопления, так как это не является вашей виной. Александр Шерин обещал взять данные вопросы под личный контроль. Всем жителям Рязани и Рязанской области хотел бы сказать, что если их права нарушаются, им не нужно терять времени, нужно обращаться в приемную ЛДПР. Ко мне как депутату Государственной думы фракции ЛДПР. Еще одна история с запахом газа заинтересовала депутата Госдумы. 85-летняя женщина, ветеран Великой Отечественной войны, живет в своем небольшом домике с 1958 года. А в 1997 году было принято решение провести в этот и все соседние дома газ. Газ провели, а пользоваться я с большими трудностями. Я и пошла в газовую. Приехал мастер, приехал и сказал, да, газ провели неправильно. Но больше всего поразило то, что газовую трубу к соседям протянули прямо через кухню старушки, сквозь ветхие стены дома. Теперь, чтобы попасть туда, бабушка должна пересечь холодную террасу, дверь в которую перекрыта, как и газ в ее доме. Это газовая труба, идущая к соседям. В своей жалобе вы обжалуете действия межведомственной комиссии, которая обследовала ваш жилой дом. Также указывает на необходимость вынесения газовой трубы, идущей к соседнему дому, за пределы жилого дома. Это вот это, да? Да. Так, ну логично, что вы этого просите. Куда только старушка не обращалась с законной просьбой вынести трубу из дома – все бестолку. Разве можно просто сделать без каких-либо нареканий и скандалов со старушкой? Ответ очевиден. Бабушка прошла всю войну, потом потеряла любимого мужа и родного сына. Осталась совсем одна наедине со своими бедами. А теперь недоумевает. За что же с ней так поступают? Депутат решил выяснить, что же за человек руководит Сараевским газом. И вместе с нашей съемочной группой отправился к нему в гости. На работу. Мы по поводу татарников, Антонина Алексеевна. Только начальнику? Только начальнику, а он когда будет. А можете ему позвонить, чтобы подъехать? Александр Александрович, по-моему, здесь депутат Косдома с телевидением приехали. Спрашивают, во сколько вы будете. Понятно, до вечера не будет. К сожалению, люди заняты. Не всех мы смогли, должностных лиц, застать на месте. Будем направлять депутатские запросы. Вот и надейся на помощь посредников между вами и вашей комфортной жизнью. Александр Шерин эти вопросы открытыми не оставит. И сделает все возможное, чтобы помочь жителям поселка Сарай. Кому обрести свой дом, кому впустить туда тепло. Хочется верить, что все сложится наилучшим образом. И партия ЛДПР сможет помочь простым гражданам, нуждающимся в помощи. Как минимум раз в год на подъездах наших домов появляется объявление о том, что какое-то время в квартирах не будет горячей воды. Кастрюльки с кипятком, обливание себя из ковшика и водные процедуры у друзей и знакомых – картина, привычная каждому городскому жителю. Почему мы не можем жить, как в Европе, когда удобство круглый год, негодуют читатели, когда на страницах газеты выходят графики отключения горячей воды? Потому что иначе проблемы с водоснабжением могут начаться не только летом. О необходимости проявить терпение и понимание расскажет Марина Комиссарова. С окончанием отопительного сезона работы у сотрудников Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей не становится меньше. Сразу начинается подготовка к следующей зиме. Подготовку мы начали еще тогда, когда на улицах лежал снег. Закончился ответственный период, сейчас он наступил у нас и проходит не менее ответственный. Это период подготовки к следующему отопительному сезону. В общем-то, наша деятельность делится на две части. Это прохождение отопительного сезона, обеспечение качественным теплоснабжением города, гаражам наших. Второй этап – это подготовка к следующему отопительному сезону. Сегодня в разгаре ремонтной кампании мы проводим испытания нашего оборудования, наших тепловых сетей на прочность и плотность. Сейчас сотрудники теплосетей используют новую технологию, которая позволяет проводить необходимые испытания участками. Благодаря такой схеме действий не нужно массово отключать горячую воду во всем городе. У нас по городу есть, скажем так, точки, на которые подключается вот эта вот установка. Вот этими шлангами подключаем ее. Там такие же вот разъемы есть, все подключается. Заводим и нагнетаем давление. Она нагнетает атмосфер 26 примерно. Но это мощность ее как бы по паспорту. А так давим там, ну, 9-10. Проверка происходит по окончании отопительного сезона. Начинается и заканчивается в августе месяце, в начале августа, чтобы как бы пустить, ну, горячую воду дать в первом сентябрю. В принципе, она не отключает сейчас же, как раньше мы отключали, когда с Новорязанской ТЭЦ спрессовали там. А эта установка, она дает возможность вот так. Конечно, неудобства у населения все равно возникают, ведь на пару недель каждый оказывается без горячей воды. Но подобные неприятности минимизированы, насколько это возможно в современных условиях. Мы обращаемся к горожанам, просим с пониманием отнестись к этому. Это меры вынуждены. Мы со своей стороны стараемся минимизировать все вот эти вот неудобства для горожан. Скоро это завершится, и, в общем-то, горячее водоснабжение в городе будет восстановлено полным. Помимо профилактических работ, сотрудники теплосетей также устраняют крупные неполадки. К таковым относится, например, аварийный участок на площади Победы. Сети стареют, да, есть ненадежные участки. Мы посредством испытаний, проводимых сегодня, конечно, эти участки выявляем, устраняем. Площадь Победы – это очень ответственный узел, это напряженные коммуникации. Поэтому принято решение этот узел в этом году модернизировать. И те работы, которые мы планировали проводить со следующей недели, ну, по объективным причинам, ну, прошла информация, уведомление граждан, что со следующей недели будет ограничение движения, но по объективным причинам эти отключения переносятся на неделю. И мы еще раз уведомляем наших граждан, что эти отключения произойдут на несколько недель позже. С 1 июля ожидается повышение тарифов, принято еще в конце прошлого года. Но повышение это не безосновательно. Оно связано с ростом стоимости материалов и энергоносителей. Мы как бы на этапе в этой цепочке считаем последней, потому что последняя – это коммунальная услуга. То есть в этой цепочке. А первая в цепочке стоит, конечно же, это покупка энергоносителей, это производство тепловой энергии, доставка тепловой энергии, ну, а потом преобразование этой тепловой энергии в коммунальную услугу. Стоит помнить, своевременная оплата – залог качественной и быстрой работы по подготовке к следующему отопительному сезону. Как говорится, готовься они летом. И чтобы не оказаться в неприятной ситуации в холодное время года, лучше не накапливать задолженности до осени, а платить сейчас, когда средства нужны для выполнения профилактических работ. К другим темам. Вот ругаем в криминальных сводках наркокурьеров, намекаем на отсутствие сознательности и морали. А они, между прочим, иногда удивляют самих организаторов преступного сообщества. В Рязани 29-летний украинец добровольно сдал наркополицейским более килограмма спайса. Так что, согласно действующему законодательству, заявитель не подлежит уголовной ответственности. Хоть один вовремя понял, в какую историю влип. Чего не скажешь о 18-летнем молодом человеке, который привлек внимание полицейских внешним видом и поведением. В ходе досмотра сотрудники полиции обнаружили у злоумышленника большой пакет с растительной смесью. Эксперт-криминалист установил, что злоумышленник транспортировал при себе килограмм 237 граммов марихуаны – наркотического средства растительного происхождения. Вот и все главные новости к этому часу. Далее в эфире программа «Подробности». А я прощаюсь с вами до новой встречи в эфире. Уважаемые жители города, с 1 июля 2015 года вступят в силу новые тарифы на электроэнергию, поставляемую населению. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. Телефон для справок 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин